МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые обсуждаемые новости региона, актуальные темы, острые проблемы и факты, которые уже стали историей. Чем запомнились минувшие 7 дней вам и журналистам нашего телеканала? Меня зовут Анна Пикулина. Здравствуйте. В ближайшие полчаса будем подводить итоги. Вместе. Полпредпрезидента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев официально представил в Курске временно исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Смирнова. Церемония прошла в Доме советов. На ней присутствовали представители федеральных и региональных органов власти, директоры вузов, общественники и, конечно, журналисты. Приехал и теперь уже министр транспорта страны Роман Старовойт. Во вторник депутаты Госдумы единогласно утвердили его кандидатуру на высокий пост. Затем указ на значение и подписал президент Владимир Путин. Вот так, камерно, подружески. Алексей Смирнов получает последние рекомендации и советы перед официальным представлением его команде региона в новом статусе. Быть главой Курской области – особая ответственность. С 2018 года под руководством Романа Старовойта произошло много важных изменений и достижений, которые стали ощутимы не только для местных жителей, но и для федеральных властей. У вас занимает лидирующие позиции в округе по темпу роста заработных вклад, объемов строительства и инвестиций в основные капиталы. Положительная динамика отличается и в аграрном секторе, и в промышленности. Больше пяти лет назад Роман Старовойт приехал руководить регионом и сразу выбрал делать это вместе с командой, которой стали все жители Курской области. Многие предложения по развитию родились из мастерских проектов. Власть стала более открытой и внимательной к запросам людей. А еще на эти годы выпали тяжелые испытания – пандемия, санкции, СВО. Но со всеми трудностями удалось справиться – мобилизовать экономику, увеличить зарплаты, поддержать бизнес, обеспечить безопасность. То, что бесшовно произойдет передача дел, я в этом не сомневаюсь. Я спокоен в этой части, потому что Алексей Борисович, как моя правая рука, как первый заместитель, как руководитель правительства, он знает досконально все нюансы текущей деятельности. Вся команда остается здесь, заместители губернатора, все работают на местах. И я убежден, что передача будет без проблем дел. И тот темп, который мы вместе с вами набрали, он сохранится. В этом не сомневается и Алексей Смирнов, хотя признается, ощущает волнение и ответственность. Новый руководитель региона отметил главной задачей – обеспечение безопасности и пообещал расширить каналы взаимодействия с жителями. Сам он, как человек, много лет отдавший сфере ЖКХ, видит идеальную картину. Этот человек, когда он встал, утром глаза открыл, у него с потолка не капает. Соответственно, зажег свет, пошел, умылся, есть вода в кране, работает газ, отопление. И он счастливый вышел на работу. Он по благоустроенному двору, доехал на транспорте, вовремя успел, долго не ждал. Но и работа, она должна быть обеспечена интересная, высокооплаченная. Торжественная церемония завершилась громкими овациями и подарком. На память о малой родине Алексей Смирнов подарил Роману Старовой то образ Богородицы, чтобы она защищала и освещала его путь. Роман Старовой отметил, что на высоком посту министра продолжит помогать курянам. Уже есть планы по расширению узких участков федеральной трассы М2 Крым до четырех полос и возвращение поезда «Курский Соловей». Кроме того, экс-губернатор остается в составе попечительских советов по строительству мемориала в Понарях, Коренной Пустыне, футбольного клуба «Авангард» и фонда «Мир детства». Говорим «до свидания», но не прощай, потому что это моя родина, ее невозможно вычеркнуть из сердца. Я всегда буду и душой, и телом стараться находиться здесь. Сдавать ли единый госэкзамен или обойтись промежуточной аттестацией? Свой выбор сделали курские выпускники. Напомним, в этом году из-за напряженной оперативной обстановки в регионе ребятам разрешили не писать ЕГЭ. Поступить в ВУЗ они смогут по результатам вступительных испытаний. Такой возможностью решили воспользоваться 900 человек. Всего же в Курской области почти 4 тысячи 11-ти классников. Он все же решил сдавать. Историю, общество знаний, русский язык в качестве предметов на ЕГЭ выбрал выпускник пятой школы Михаил Коломанич. Парень мечтает работать в силовых структурах. Уверен, единый госэкзамен пройдет без проблем. Но решил написать еще и вступительный ВУЗ. Если их результат будет выше, зачтут именно его. Я вообще рассчитываю на лучшее. Я думаю, что я с ЕГЭ справлюсь. А вступительные испытания, как вы сказали, запасный вариант. Поэтому, в принципе, неплохую возможность для Лео. Я считаю, что это прекрасная возможность. Особенно для людей, которые живут в регионах приграниченных. И когда они живут в таких достаточно условиях, не очень сильно безопасных. Скажем так, когда там ракетная опасность, опасность атаки беспилотников. Сотрудники приемных комиссий высших учебных заведений уже подготовили свои испытания. Например, в Юго-Западном университете выпускники будут проходить вступительные экзамены в виде тестов по выбранным школьным предметам. В нашем университете все экзамены в таком случае, за небольшим исключением, сдаются в форме компьютерного тестирования. Соответственно, мы всех абитуриентов приглашаем, что пройти это тестирование предварительно. То есть в виде ничего не значащего результата. Просто попробовать свои силы. Затем, чтобы испытания прошли честно, в вузах будут тщательно следить. Все, как на ЕГЭ. Соответственно, камерами тоже все оборудовано. То есть при необходимости можно просмотреть, проконтролировать, что там, как во время экзамена происходило. Во-вторых, специально у нас экзамен короче, чем ЕГЭ. Это 30 минут. Ну, так, небольшой стресс вогнать абитуриента, чтобы он быстро принимал решение, чтобы у него, в принципе, не было времени на списывание. Ну, и третий, старый добрый контроль. То есть ответственные в аудитории члены экзаменационной комиссии проверяют их минимум 2-3 человека. Компьютерное тестирование проведут и в Курском медуниверситете. Вопросы и задания на вступительных испытаниях будут как на ЕГЭ. Кстати, в КГМУ они начнутся после того, как пройдет сам единый госэкзамен. На этапе подачи заявления абитуриент должен определиться, хочет он сдавать вступительные испытания в ВУЗе, либо не хочет. Выбор предметов стандартный. Он у нас определен правилами приема. Ну, основные, конечно, предметы, на которые мы ориентируемся, это химия, биология, русский язык, которые являются профильными для большинства специальностей, на которые ведется подготовка. Сдавать ЕГЭ или нет, 11-классники должны были решить до 8 мая. Обойтись промежуточной аттестации захотели около 22% выпускников. Решение об особом порядке государственной итоговой аттестации принято на федеральном уровне. Поэтому все высшие учебные заведения имеют свою процедуру вступительных испытаний. Поскольку право определения формы проведения вступительных испытаний это право ВУЗа, формы несколько разнятся, но на самом деле в любой ВУЗ можно поступить. Нет никаких исключений из общего правила. Это общая федеральная практика. Сроки проведения вступительных испытаний образовательные учреждения назначают на свое усмотрение. Информацию об этом можно найти на сайтах приемных комиссий учебных заведений. Совсем не майская погода. В Центральной России бушует циклон, который пришел с Северного Ледовитого океана. Он принес с собой длительное похолодание. В Курской области только с начала месяца пять раз объявляли о штормовом предупреждении из-за минусовой температуры. Когда же заморозки отступят и в Соловьиный край вновь вернется тепло? Ответили метеорологи. На кустарниках и деревьях почернили листья. Завяли и растения в садах. Такие последствия принесли в регион заморозки. Фотографии в редакцию нашего телеканала прислали куряне из разных районов Соловьиного края. В том числе южных. Некоторые поделились. В этом году они уже не увидят орехов. Да и ягод будет немного. Вот тоже виноград. Такой думали будет хороший урожай. Хорошие кисти, грозди были. Но нет. Все побил мороз. Все почернило. Из года в год у нас урожали сады. У нас все было в садах. Мы полностью себя обеспечивали своей продукцией. В этом году нас постигло большое несчастье. Морозы побили у нас все. Вот посмотрите шпанка. Вот посмотрите какие ягодки. Все побито. Вообще ничего не осталось. Яблоки побиты. Груши побиты. Виноград побит. Некоторые куряне проявили смекалку и смастерили временные теплицы. Но они, к сожалению, ситуацию не спасли. Метеорологи объяснили. Все дело не только в заморозках. На растения повлияла и аномально высокая температура, которая держалась в середине весны. Тут скорее вопрос к апрелю. Потому что апрель оказался аномально теплым. Он побил все рекорды, которые были до этого. То есть самый теплый за весь период наблюдений. И в результате вегетации, активная вегетация растений, началась гораздо раньше. То есть хозяйства раньше отсеялись. Всходы уже успели показаться над землей. И поэтому они пострадали больше, чем в прошлом году. Когда же в регион все-таки вернется тепло? Метеорологи отвечают. На этой неделе столбик термометра будет расти. Медленно, но верно. По ночам все равно будет прохладно. 0,5 тепла, 1,6 тепла. Днем, конечно, уже будет прогреваться. Во-первых, облаков станет чуть поменьше. Наша территория окажется под влиянием скандинавского антициклона. Он хотя сам по себе холодный, но поскольку будет медленно смещаться, будет постепенно прогреваться. А ближе к выходным в Курской области потеплеет до 18-20 градусов. В Рио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий посетил приграничные Рыльский и Беловский районы. Там идет капитальный ремонт местных больниц. Работы по модернизации ЦРБ проводят в рамках нацпроекта здравоохранения. Рыльскую ЦРБ построили и открыли 40 лет назад. К больнице прикреплены около 30 тысяч курян. А само медучреждение принимают до 250 пациентов в день. Главврач Евгений Машошин делится. О долгожданном капремонте мечтали давно. Ремонта не было здесь практически с момента постройки этой больницы. Это первый такой крупный капитальный ремонт. Все с нетерпением ждут, все хотят увидеть, что это такое. По-настоящему модернизация здравоохранения. Персонал, естественно, хочет работать в комфортных условиях, в хороших, просторных, красивых кабинетах. Сейчас здание переживает второе рождение. Строители полностью заменят здесь коммуникации, проводку, займутся внутренней и внешней отделкой. Появится комфортный и уютный холл, а также ресепшн. Ход работ на объекте проверил в Рио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий. Смотрите как, тогда вот ресепшн надо все-таки делать там. Рецепшн там. Вот здесь надо сделать зону отдыха. Сколько? 100 лет? Ну, диванчик. Диванчик угловой вот сюда поставить. Работу разделили на две части, пока приводят в порядок первый этаж. Здесь находится отделение профилактики, кабинеты флюорографии и неотложной помощи. Стоимость ремонта на данный момент почти 27 миллионов рублей. В 2026-27 годах приступят к реализации второго этапа. Проект рассчитан на сумму 130 миллионов рублей. Мы надеемся, что вот эти вот допфинансирования и 100 миллионов, которые еще нуждаются, то будет сделано второй и третий этаж и докуплено необходимое оборудование. А это уже Беловская центральная районная больница. Она, как и Рыльская ЦРБ, не видела капремонта с момента открытия. Полы требовали замены. Линолеум постоянно рвался, потому что то, что полы были залиты неровно, с ямами, за это время уже выбились каталки, коляски. Все это, естественно, требовало ремонта. Плюс стены. Стены начали облупливаться, естественно, штукатурка начала отлетать. Плюс канализация устарела. Холодная горячая вода требует замены. Вентиляционные системы требуют замены. К капитальному ремонту здесь приступили в начале апреля. Сейчас подрядчик заливает полы, а также меняет коммуникации. В целом планирует обновить входную группу и регистратуру. Также преобразятся коридоры и кабинеты. Здесь немного больше финансирования, около 43 миллионов рублей. И здесь также будет, в основном, это первый этаж, где будет располагаться также отделение профилактики и отделение профосмотра, и рецепшн, и оборудование, которое мы докупаем сюда. Первый этап капремонта Рыльской и Беловской ЦРБ завершат к сентябрю этого года. Второй начнут после 2025-го. А мы продолжаем. Пантон для купаний и модульные отели «Аля Рус» появились на Новой Буевке. Часть парка преобразили благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Обустроили пляж и лодочную станцию. Что еще изменилось, расскажет моя коллега Екатерина Илюхина. Наслаждаться пением птиц и шелестом листвы на деревьях теперь можно, не выходя из отеля. Маленькие уютные домики, глэмпинги, построили прямо посреди парка. Все в особенном стиле «Аля Рус». На многих изображены кжель, вологодское кружево и дымковская игрушка. Завтраки устраиваются на террасе. А если холодно? Если холодно, носим номера, доставка. Что вызывает, если честно, особый восторг вообще. Хотя я призываю выйти на улицу, посмотрите, солнце, птицы. Рядом возводят еще несколько похожих домиков. Каждому присвоят имя известного курянина. Программу строительства удалось реализовать благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Если говорить про финансовую часть, то здесь предприниматель, конечно, тоже несет определенное обременение. Если говорить про глэмпинги, 7,5 миллионов рублей в федеральное софинансирование, 12,5 – собственное средство предпринимателя. Но понятно, что туда еще включаются дополнительно деньги на благоустройство, на мафы и подобные объекты, которые не включены изначально в проектную документацию. Преобразилась и еще одна часть парка – общественный пляж. Здесь делали деревянный пешеходный настил, установили понтон для купания, навесы и шезлонги, а еще кабины для переодевания и душа. Рядом детская площадка и лодочная станция. Позаботились и о маломобильных курянах, оборудовали пандусы и специальные санитарные модули. Очень приятно, что в Новобоевке сделали такую локацию. Буду обязательно летом с друзьями сюда приходить. Очень современно все для молодежи. Безусловно, нравится, потому что это единственное место в городе, куда можно прийти с семьей, провести время, отдохнуть, получить витамин D от солнца, посмотреть на воду. И в принципе это единственная набережная, хоть и в маленьком формате, но которая есть у нас в городе. Шезлонги удобные. Я уже опробовала. Мне новый пляж нравится. Мне вообще нравится это благоустройство, которое за последние годы сделали в этом парке. И пляж хороший, и песок чистый, и вот эта вот тема с ступеньками тоже, мне кажется, очень интересная, современная, удобная для молодежи, для детей. А что вы, гости парка, не скучали? Здесь планируют проводить разные мероприятия, в том числе концерты на воде. В общем, летом новая обоевка превратится в Курскую Ибицу, шутят предприниматели. Пляж также преобразили в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Инвесторы, конечно, тоже вкладывались. Смотря на то, как реализуется проект, мне хочется отметить, что все-таки это успешная синергия, потому что появляются точки, куда хочется приехать, отдохнуть с семьей, где погулять просто хочется, с учетом того, что инфраструктуры конкретно в городе Курске для прогулок, безусловно, недостаточно. И хорошо, когда есть нацпроект, который поддерживает развитие этой инфраструктуры. Всего же благодаря нацпроекту в регионе обустраивают три общественных пляжа. На Новой Боевке, в Маквей и Щетинки. Из федерального бюджета на эти цели выделили больше 17 миллионов рублей. Семь дипломов призеров и один диплом победителя. Таких высоких результатов добились куряне на Всероссийской Олимпиаде школьников. Это большое достижение для региона. С талантливыми ребятами и их наставниками встретился в Рио заместителя губернатора Курской области Виктор Карамышев. Вот так скромно София Казначеева поприветствовала ребят и зам губернатора Виктора Карамышева на японском языке. Курянка стала победителем Евразийской лингвистической олимпиады. Заключительный этап проходил в Москве. Школьница говорит о своей победе узнала уже, когда приехала домой. Мне с детства была интересна японская культура и история. И именно поэтому японский язык как составляющая японской культуры и истории очень была интересна для меня. И кроме того, я в принципе изучаю языки, потому что мне хотелось бы отстаивать интересы России на международном уровне. Склонность к изучению языков с детства была и у Арины Локтионовой. И этот талант школьница грамотно развивала. Результат упорного труда – сразу два диплома призера Всероссийской олимпиады по французскому и английскому. Меня интересовали все эти непонятные буквы, звуки, как вообще можно говорить на чем-то кроме русского языка. А потом как-то это перетекло в серьезное увлечение. Я начала буквально поглощать книги на иностранном языке. В планах и дальше развиваться в этом направлении. Школьница хочет в будущем преподавать иностранные языки детям. Кстати, поступать собирается именно в Курский вуз. Языки – это действительно что-то волшебное. Это как путешествие в другую страну, в другой город. То есть чем больше языков мы знаем, тем больше информации мы можем получать, и тем волшебнее необычнее становится мир вокруг нас. Всего в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 30 курян. Восьми удалось добиться высоких результатов. Это также заслуга преподавателей и родителей, отметил заместитель губернатора Виктор Карамышев. Он поблагодарил всех за труды. Этот потенциал вы, старшеклассники, которые поведут нашу страну к новым вершинам. Именно от вас, дорогие ребята, зависит, какой будет наша страна через 20-30 лет. Мы очень гордимся вами и возлагаем на вас большие надежды. Теперь перед этими ребятами открыты все двери. Победитель Всероссийской олимпиады сможет поступить в профильный вуз без экзаменов, а призером автоматически зачтут 100 баллов по соответствующему предмету на ЕГЭ. Ковыль перестый и кизильник алаунский – два вида растений, которые цветут в Алехинском заповеднике, исключили из Красной книги России. Это значит, что они больше не нуждаются в охране. Что еще изменилось в Стрелецкой степи и кто по сей день вдохновляется ее пейзажами, узнала Екатерина Илёхина. Ковыль перестый сложно спутать с другими растениями. Его серебристый перелив, виден издалека. Сотрудники Центрального черноземного заповедника имени Алехина не скрывают свои радости. Теперь это неисчезающий краснокнижный вид. Плюс в 2024 году из-за погоды ковыль начал расти немного раньше положенного срока. Любоваться его красотой можно уже сейчас. А никогда такого не было, чтобы в середине мая у нас уже был ковыль. Обычно он к концу мая созревает. Сейчас он пока вот, пока тоненькая-тоненькая ниточка, но эта ниточка постепенно начинает распушаться. И он вот такой превращается, как будто такие волосы пушистые-пушистые, такие покрыты мелкими-мелкими волосками. В Стрелецкой степи насчитывают семь видов краснокнижных растений. Всего же на территории заповедника таких одиннадцать. Пока прогуливались, увидели некоторых представителей. Это, например, ирис. Или, как его еще называют, касатик безлистный. Его лепестки напоминают фиолетовые языки пламени. Цвет у этого растения, кстати, может быть разным. Вот для каждого растения свое характерное место. Например, ирисы есть у нас еще желтого цвета. Они произрастают на водных участках Зоринский и Пойма-Псла. То есть вот характеризуют, потому что они больше любят, для них больше влаги нужно. Вот здесь вот как бы почва такая умеренная. Поэтому для них такая местность характерна. В мае в заповеднике особенно много посетителей. Это школьники. Они часто приезжают сюда на экскурсии. Фотографы, поэты и, конечно, художники. Виктория Буговкина и Иван Акуленко побывали в этих местах не раз. Говорят, Стрелецкая степь – мощный источник вдохновения. У природы всегда можно позаимствовать необычные цвета и сюжеты. Здесь красиво, тихо, спокойно. Какая-то такая настоящая природа, поля, леса вдалеке цветные. Хорошо здесь. Здесь есть растения, небольшие класки, такие они фиолетового оттенка почему-то. Никогда такого не видел, только здесь. В данном случае мне понравился общий пейзаж. Вот захотелось простор этой степи запечатлеть. Так как у нас Курская область – достаточно холмистая местность, и здесь так получается, что мы стоим на возвышенности. На возвышенности стоим и хорошо как раз таки перепады этих высот. Они красиво, красивую композицию создают. В этом сезоне природа особенно щедра на краске, делятся художники. Все распустилось на две недели раньше. Что же касается пиона, ириса и ковыля, они и вовсе впервые цветут вместе. 15 мая – Международный день семьи. Отличный повод провести время рядом с самыми близкими людьми. Так, например, сделали многодетные родители из Курска – Сергей и Татьяна Бобрышева. В канун праздника собрались за большим столом и пригласили в гости съемочную группу «Сейма». Смех в доме Бобрышевых звучит постоянно. Татьяна и Сергей – счастливые родители троих детей и, как сами шутят, одного кота. Супруги рассказывают, познакомились еще в студенчестве и больше не расставались. Вот уже 14 лет в их доме царят любовь и гармония. Я танцевала в прекрасном коллективе народного танца «Яблонька». Сережа потом тоже туда пришел танцевать, но он больше пел. И как-то вот эта вся студенческая история нас объединила. Плюс славянское содружество, которое до сих пор проводится. Вот, собственно, мы были неоднократно там вместе, и, наверное, это тоже нас близило. Делиться это не была любовь с первого взгляда. Отношения строили постепенно, не обходилось и без приключений. Они были даже в день свадьбы. Такая холодная большая свадьба. И, знаете, вот эта традиция, когда шарики с фамилией летят. Вот. И мы написали там «Мороз» на улице минус 28. Я отпустила эти шарики. И я смотрела, как они застревают, застрьют на верхних этажах. В общем, на дереве. Я думаю, вот у кого-то будет такая... Градусник такой. Кстати, Татьяна и Сергей – врачи. Глава семьи, к тому же, еще и донор костного мозга. Настоящий пример для детей. Но у них, говорят родители, свой путь. Ну вот, сын сначала говорил, что хочет стать врачом. Сейчас чуть-чуть подрос, пообщался со знающими людьми. Говорит, я буду айтишником. И мы не против. Пожалуйста, развивайся в этой сфере. Отлично. Девочки пока хотят быть всеми. Есть у домочадцев и общее увлечение – творчество. Дочки Ира и Наташа ходят на танцы, поют и рисуют. А вот сын Саша играет на четырех музыкальных инструментах. Поэтому скучать маме с папой не дают. Часто устраивают творческие вечера. Татьяна и Сергей стараются все свободное время уделять детям. Вот и в канун Международного дня семьи решили собраться вместе за большим столом. Ребята, пойдемте пить чай. Ура! Чай! На! Чай! Чай! Индийский чай! Грузинский чай! И он мой чай! Бобрышевы делятся. Секрет крепкого брака у каждого свой. В их семье все довольно просто. Любовь? Ну да. Без любви, наверное, ничего не получится. Международный день семьи с размахом отпраздновали в разных уголках Соловиного края. В концертно-творческом центре имени Щепкина для курян провели большой концерт. Это проснулся мой, город родной, курс, звонкие голоса, детский веселый смех, звонкой земли краса, наш город лучше всех. Так Мустафаева признается в любви к родному краю. Они победители конкурса «Семья Соловиного края». Родители вспоминают, их знакомство было совершенной случайностью. Ольга вела неправильный номер телефона, на другом конце трубку взял будущий муж Дмитрий. Пара вместе уже 20 лет. Говорят, их счастье в детях. И, наверное, Божья награда в том, что через 10 лет появился наш первенец, сын Дарий. Поэтому у него такое необычное имя Дарий, Дар, Божий Дар. Мы справились со всеми трудностями, которые свойственны на становление развития семейного быта, семейного счастья. Остались довольны и счастливы. Мустафаева победили в номинации «Семья-хранитель традиций». С праздником их поздравил заместитель главы администрации Курска Сергей Котлеров. Мне кажется, что в нашем городе прекрасные семьи, многодетные. Мне, как многодетному отцу, тоже хотелось бы сказать, что этот праздник замечательный. И вот смотря на детишек, это наша радость, это наше будущее. Ты понимаешь, к чему нужно стремиться и для кого развивать город Курск. Всего в Курской области проживают больше 75 тысяч семей. И каждую гость и участника концерта поздравили с праздником. Что ж, это были события недели, какими их увидели корреспонденты нашего телеканала. Пускай следующие семь дней будут не менее яркими и насыщенными, а мы обязательно обсудим их вместе с вами. Всего вам доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова